Дорогие участницы конференции нашей, сейчас я хочу вам представить Это очень трогательный для нас, для всех момент Я хочу вам представить женщину замечательную, которая стоит за всем то, что здесь сейчас происходит И я думаю, что остальные чудесные девочки, организаторки этого мероприятия тоже не обидятся на меня Если я скажу, что вот наша дорогая Элла Берчанский, вот это сердце нашего мероприятия Вот она, посмотрите на нее, пожалуйста, Элла Берчанский, психолог И вот Анечка, ты тоже согласился со мной, да, что вот ты автор концепции нашей Тоже один из инициаторов, конечно, вместе с Анечкой Вот, Элла, приветствуйте ее, большое спасибо ей И она очень волнуется и волновалась, так что поддерживайте Спасибо большое Окей, добрый вечер Я действительно очень волнуюсь Меня зовут Элла Берчанский, я психолог Я действительно очень-очень рада вас всех видеть Хотела начать с приветствия, добрый вечер, дамы и дамы Сегодня мы без физических и символических господ Так сегодня получилось, не знаю, что будет дальше Вот, и мы еще поговорим о интернализированном господине, с которым мы все там внутри ходим Я хочу сказать огромное спасибо и сказать, что мы вместе поднимали эту конференцию Аня Талисман, замечательная УТИ «Демократическая хартия» Ланян Зештат, представитель муниципалитета, координатору по репутриации Всем замечательным нашим ведущим групп, которые сегодня здесь находятся Юля Кислеев, которая ведет Нашим доброволицам, которые нам помогали в организации этой конференции Без вас ничего бы не было Я вас поздравляю с наступающим праздником И сегодня эта лекция, которую я вам сегодня преподнесу Называется «Актуальные теории женской психологии и влияния социума» Написано вначале было слово И сегодня мы хотим озвучить наш женский голос У нас, мы так сомневались очень долго, как называть конференцию Уже женским голосом или женская территория Но все-таки решили, что пространство более как-то вот так Более подходит Написано, что так же вначале были созданы небо и земля Так вот, вначале мы создаем наше пространство вместе с вами, здесь и сейчас Это начало процесса И это пространство мы назвали с вами женской территорией Мы поговорим с вами о становлении женщины как субъекта И о влиянии репрессивных механизмов Да, вот будут иногда некоторые такие слова заумные Я буду стараться как-то вот по-разному их интерпретировать Но давайте назовем их Это так оно и есть Это репрессивные механизмы, которые существуют в нашем социальном пространстве Люса Ригорей говорила Нужно полностью пересмотреть отношения между субъектом и дискурсом Субъектами и обществом Полностью, поскольку субъект всегда мыслит о мужском роде Хотя претендует на то, чтобы пониматься в среднем или вообще Человек во многих языках, это вот сразу предполагается мужчина А женщина тоже человек на самом деле Вы знаете, я видела недавно, одна женщина в фейсбуке написала Очень интересную вещь, о которой мало мы задумываемся Ведь в русскоязычной культуре женщина, более старшее поколение, не помню Вместе с отчеством шла То есть я, например, Элла Семеновна И вот эта вот принадлежность То есть почему не Элла Ириновна, например То есть принадлежность сразу обозначается какому-то мужскому роду И передачи из поколения в поколение Именно какого-то принадлежности к мужчинам Хотя на самом деле мама очень, особенно в раннем возрасте Особенно в Советском Союзе очень много занимались детьми И, в общем, было бы логично, наверное, как-то вот так Это действительно очень интересная специфичная особенность русскоязычной культуры, отчества Эта женщина еще очень интересно написала, что мужчина ценен сам по себе А женщина должна все время доказывать свою ценность Я надеюсь, что придет время, что мы не должны были ничего доказывать Что все будет понятно и так УТР Харт как-то написала, что одна из самых больших проблем, которую женщин должны разрешить Это непременное желание понравиться, быть желанной Эта цель заслоняет с собой огромное количество возможностей И женщина ограничивает себя в самоопределении, в независимости, в карьере и власти Без того, чтобы искать себя, она удаляется от собственной личности все дальше и дальше И книга называется «Почему послушание не приносит счастья» Очень рекомендую Перед тем, как мы поговорим о нескольких теориях актуальных женской психологии Разных теориях, в чем-то похожих, в чем-то разных Я вам хочу рассказать анекдот Я его люблю Он психологический анекдот, он не смешной Но он символичный для нас сегодня, я думаю Такое существо, какое-то такое очень страшненькое Гуляет по берегу моря, ловит, начал ловить рыбку Поймала золотую рыбку, ну, соответственно, три желания А рыбка смотрит, ну, страшное существо Думает, захочет быть менее страшненьким Он говорит, да сделай мне вот такие уши ужасные, какие-то кошмарные А второе желание, так, сделай меня еще страшнее и хуже Третье желание такого же рыбка все сделала Плыла себе в море А совесть-то ее мучает, мучает, возвращается Говорит, ну, скажи мне, ну, ты хочешь стать вот, вот, ну, красивее, ну, лучше, ну, скажи мне Она говорит, а можно? Вот Я думаю, что в сегодняшней конференции мы с вами говорим можно Можно собраться вместе, можно говорить о том, что нас волнует Можно озвучивать наш женский голос Я начну с очень интересной теории Нэнси Чодеру И посмотрим еще нескольких очень интересных психоаналитиков женщин Она говорит о том, что основные принципы понимания иной гендерной психологии заключаются в том, что в культуре, которая асимметрична до сих пор Асимметрична в том, что в раннем возрасте все равно мама больше занимается ребенком, чем отец Несмотря на то, что мы очень в этом продвинулись И, кстати, благодаря Нэнси Чодеру, которая очень-очень ратовала за то, чтобы отцы тоже сидели с детками Тем не менее, ребенок растет в такой вот асимметричной культуре, где мать в основном растит детей А отцы имеют отличную от матерей социальную силу И формирование геодонароли начинается в очень раннем возрасте В принципе, создаются производственные конвейеры, такие разные для мальчика и для девочек В то время как в культуре свойства, которые присущи мальчику, почему-то считаются более универсальными Например, мальчика учат, что он должен быть независимым, автономным Он должен уметь соревноваться, не плакать, быть независимым В то время как девочка не должна отрываться от матери и может оставаться с ней в контакте Поэтому девочка внутри этой близости с мамой как бы растет более зависимым существом Тем не менее теории, которые называются self in relation, self в отношениях Говорят о том, что то, что девочка остается в отношениях близких с матерью На самом деле является очень интересной для нее задачей Что она должна построить собственную независимость и автономность внутри отношений То есть отношения не нивелируются В то время как мальчик должен как бы оборвать символический вот этот вот хевельтабур Пуповину для того, чтобы стать автономным и независимым Он всю жизнь, в принципе, боится вернуться в эту зависимость эмоциональную С одной стороны, он очень хочет эту зависимость эмоциональную Это так тепло, это так уютно, это так классно А с другой стороны, он очень боится этой зависимости И поэтому очень многие игры, которые мы наблюдаем уже у взрослых, мужчин и женщин Они связаны с вот этой вот очень ранней динамикой В психологии классической придается очень много центральной роли независимости И построению я в отрыве Это называется процесс по рации индивидуации В то время как оставаться в контакте, в близости, в интимности Как бы считается более низшим Хотя на самом деле, именно в последние годы Вот теории, которые говорят о том, что женское Вот это предписываемое женщине желание оставаться в связи Это очень-очень важный компонент Это нету иерархии в этих вещах Другая очень интересная психоаналитика Кэрол Геллиган говорила о том, что у женщины есть свой голос И этот голос отличается от мужчин И нужно создать переходное пространство, в котором можно оторваться от повседневной реальности Мы в принципе живем в мужском социуме, в котором женщины нередко ощущают себя чужими В переход на пространство мы можем открыть для себя язык женщин И восстановить свои силы и способности Мы уже немножко говорим о том, что развитие происходит в отношениях И мы пытаемся оставить структуру язык дуализма И переключиться на язык процесса В том числе для того, чтобы интегрировать потребности близости и потребности автономии Вот эти две потребности С одной стороны, очень сильная потребность близости С другой стороны, очень сильная потребность автономии Они находятся в постоянном конфликте как у мужчин, так и у женщин Но мы сегодня фокусируемся на женской психологии И еще поговорим об этом Ну и очень любимая психоаналитика Джессика Бенджамин Она представитель интерсубъективного направления Она говорит о том, что если отец отождествляется с чем-то незнакомым Потому что он отличен от первичного объекта Тогда идентификация с матерью является идентификацией со сходством Изначально это так для обоих полов, если первым ухаживающим лицом является мать В традиционной системе воспитания внешний объект Тот, кто репрезентирует различия, представлен отцом Такой способ представления различия настолько важен, что оказался встроенным в культуру И поэтому работает независимо от того, есть ли отец или нет Матерь репрезентирует холдинг Эмоциональную поддержку, привязанность, заботу В то время как отец представляет внешние меры следования и свободу И я вот здесь выбрала так часы Я думаю, что многие из вас помнят Вот где-то в доме всегда вот какие-то вот такие часы с кукушкой висели Вот, на самом деле я их для маятника здесь поместила Дело в том, что мы женщины очень часто являемся вот такими атлантами Или атлантицами, я не знаю, как это назвать Вы помните, была песня? Атланты держат небо на каменных плечах Так вот мы держим и небо, и землю на каменных плечах Мы живем в постоянном парадоксе И мне очень хочется подчеркнуть вот эту вещь Мы постоянно держим парадокс между силой и слабостью Между зависимостью и независимостью Между потребностью близости и потребностью в автономности И живем вот в этом разрыве постоянно Между потребностью, например, очень преуспеть в карьере И с другой стороны, мы хотим быть с детьми, проводить с ними время И очень часто разрываемся между нашими разными обязанностями и потребностями В принципе, происходит у женщины колебание внутри пространства между противоположностями Девочка хочет контакт, близость, с другой стороны хочет автономность, независимость Интерсубъективный подход Говорит о том, что в интеракции оба субъекта влияют друг на друга Психологическим результатом исторической реальности стало порабощение женщины И признание мужского доминирования в отношениях между мужчиной и женщиной Которые интернализированы обоим и взяты внутрь Это как бы становится внутренними объектами, внутренними установками При этом, по Гегелю, это очень интересный момент Если есть господин и рабы, как бы господин и как бы рабы То в конце концов, господин становится рабом, раба Это замкнутый круг То есть, если мужчины у нас в обществе доминируют, а женщины подчиняются в чем-то Хотя это в последние годы, опять-таки, мы делаем очень много усилий, чтобы это перевернуть Как бы избавиться от этой, из этого замкнутого круга выйти То, в принципе, все зависят друг от друга И только если оба, и мужчина, и женщина И неважно, если в паре, мы говорим о разных отношениях Если только оба признают субъективность друг друга И не воспринимают другого как объекта Только тогда эти отношения могут быть полезными друг другу То есть, в принципе, без признания субъективности друг друга оба в интеракции теряют Сердцевиной субъекта, это тоже очень важный момент, особенно, мне кажется, для нашей конференции Является понятие агента Инициативного, независимо принимающего решения внутреннего двигателя И парадокс заключается в потребности Опять очередной парадокс В потребности в признании Recognition Это понятие Джессики Бенджамин То есть, от кого мы получаем признание Мы получаем признание от другого То есть, мы очень зависим от взгляда, от одобрения другого То есть, с одной стороны, мы очень хотим признание, это потребность С другой стороны, у нас есть потребность в полной и абсолютной свободе, автономности И мы стоим в разрыве между этими двумя потребностями Дуалистическое разделение между рациональным и рациональным телом и душой Доминирующим и доминируемым Это социальное явление, требующее деконструкции На самом деле, разрушение Если продолжит существовать гендерное разделение, то мужчина относится к женщине как к объекту Для того, и это очень интересный момент, чтобы сохранить за собой статус субъекта То есть, почему мужчине очень важно иногда, нас немножечко иногда принизить Это при всем уважении и любви к мужчинам И действительно, я согласна полностью с профессором Ларисой Миниек и предыдущими ораторами Мы должны сотрудничать в дальнейшем, чтобы продвигать наши социальные интересы Но, в принципе, мужчина относится к женщине как к объекту для того, чтобы самому оставаться субъектом Что такое субъект? Субъект это человек, у которого есть возможность выразить свое мнение Он выражает, отстаивает свои интересы, отстаивает свои потребности Не молчать, говорит прямо, говорит публично Вместо этого женщина и мужчина могут предложить друг другу отношение субъектов-партнеров Это не значит, что уйдет из отношения страсти или любовь Может быть, из страсти, любовь и при этом отношения двух субъектов, которые партнеры В принципе, в иудаизме есть выражение Делай другому того, что ты не хочешь сделать, чтобы сделали тебе На самом деле, мне кажется, оно так и соотносится, что если мужчина не хочет, чтобы его рассматривали как объект То он не должен рассматривать женщину как объект и наоборот То есть, может быть, это имелось в виду Хочу вам прочитать отрывок произведения Вирджинии Вульфа, он кажется очень интересным, тем более он был написан давно Ведь женщины, судя по моему собственному недолгому опыту, не то чтобы от природы Покорные, стыдливые, благоуханные, прелестно облачены И сколько надо биться для обретения этих качеств, из которых и наслаждений нам не видать На прическу одну, думала она, утром целый час уходит От природы мы покорные или нет Я думаю, что в этом зале, в принципе, многие со мной согласятся Что быть паинькой, быть хорошей девочкой, хорошо себя вести Это императивы, которые мы буквально с нуля слышим, чувствуем В воздухе они находятся Девочки, как и от мальчика, в принципе, есть ожидания, определенные поведения И особенно, если так вот говорить, исследование-то показывает какое-то подавление выражения чувств Особенно отрициальных чувств Девочка не имеет права сердиться, не имеет права не соглашаться Тебе сказали, ты должна быть хорошей девочкой и сделать Поэтому, в принципе, мы вот сегодня собрались для того, чтобы опять-таки озвучить свой голос Выражать свои чувства, насколько у нас сегодня получится, у нас не очень много времени Пару слов о желании женщины Разные теоретики говорили об этом, разные вещи Говорили о том, что отказ признать роль женского как пассивного, объекта мужского желания И принятие активной позиции, это и есть желание женщины Лакан ввел такое понятие «джусанс», я не умею так это очень красиво говорить На французском, но «джусанс» — наслаждение Психоаналитики женщины, представительницы психоаналитического феминизма Не очень соглашаются с интерпретацией Лакана в связи с «джусанс» — женщины И они говорят, что женское наслаждение не нуждается в опосредованной фигуре другого То есть нам не нужен обязательно такой большой другой имя отца, который нас будет определять И в структуру наслаждения женщины включены такие бессознательные желания, которые не могут быть полностью удовлетворены И с другой стороны, которые в то же время не могут быть подавлены То есть женщина находится опять-таки в каком-то разрыве И удовлетворить желания невозможно, и подавить их тоже невозможно Эллен Сикс, очень интересный автор, утверждает, что женщина желает все — тотальность А не отдельные вещи, но окружающий мир обеспечивает только фрагментами желаемого Сара Коффман говорит о том, что нет тайны женщины Тайны женщины интересуются мужчины Фред, если вы знаете, я не знаю, что женщина хочет на самом деле Так вот, с точки зрения женщин, тайны женщины нет Женщина знает, что истинен нет И что за одним покрывалом скрывается другое покрывало А за другим покрывалом еще одно покрывало И это очень символично На самом деле реализация женской субъективности очень часто происходит на уровне телесного языка Сегодня мы не сможем в это углубиться Сейчас я хочу перейти немножко, как было обещано в названии лекции От индивидуального развития женщины Становлению как личности к социальному К влиянию социума Это такой непростой переход Я вам сейчас прочитаю историю Которая как бы не связана, она просто очень интересна с точки зрения того, как культура И в какой культуре мы растем И что на нас влияет Определяет на самом деле распределение гендерных ролей Мне очень важно сказать, что в моем подходе как психолога Я очень стараюсь сочетать как две руки С одной стороны понимание индивидуального И они социума и социальных явлений И вот для того, чтобы хлопнуть ладошами, нужны две ладошки Так вот, мне кажется, нужны обе эти руки Чтобы лучше понимать динамику происходящего Очень интересно просто что-то, что я прочитала Хотела бы вам поделиться, как это происходит в других местах Ученый Денглюр, исследовательским мосов инуитов Живущий в Центральной Арктической Канаде Установил, что до 20% детей воспитываются своими родителями в духе противоположного пола То есть мальчика воспитывают как девочек И наоборот Таким образом, к третьему полу, как назвало это явление Денглюр Предлежат едва ли не каждый пятый инуит Не в столь, правда, широких масштабах Такое кроссгендерное воспитание Спространено и средистский мосов в Гренландии Люди третьего пола никак не ограничены в своих правах Просто женщина, воспитанная как мальчик Успешно помогает своему мужу на охоте Оставив детей на попечение родственников А мужчина, получивший в детстве женские навыки Может хорошо выполнять обязанности по дому Например, ухаживать за престарелыми родителями И так далее Мне кажется, что это очень-очень пример Такой интересный Один из необычных примеров Как воспитание и культурная среда Очень влияет на то, что происходит Эта конференция Мы говорим о социальных проблемах И эта конференция связана с русскоязычными женщинами Хотя понятно, что очень многие наши темы, которые нас волнуют Они универсальны и связаны со всеми женщинами Тем не менее, в этом переходе от индивидуального к социальному Я бы хотела пару моментов подчеркнуть Почему нас так волнует тема русскоязычных женщин в Израиле Различие в уровне зарплаты мужчин и женщин достигло 40% В пользу мужчин Русскоязычные женщины в Израиле составляют 13% от женского населения Но женщины составляют около 18% от общего числа женщин Которые подверглись домашнему насилию И это только зарегистрированные в полиции случаи То есть реальная статистика намного хуже Нас очень волнует тема трудоустройства, условий труда, пенсии, сексуальные домогательства Происставительство женщин в органах местного самоуправления до сих пор еще всего 2,7% Существуют до сих пор стереотипы в обществе и в масс-медиа, об этом уже немножко говорили Матерь-одиночке находится в очень бедственном положении До сих пор женщины выполняют большую часть домашних обязанностей Даже когда они работают вне дома Мне кажется, что это очень важно знать эти данные Для того, чтобы нам лучше осознать И мне кажется, что осознание это один из главных сегодня компонентов нашей конференции Осознать, что происходит в реальности, в социуме И занять более активную позицию, о которой Джессика Бенджамин говорила об агенте Который действует внутри им агенте Который мы можем найти в себе И начать занять более активную позицию в жизни И влиять на то, что происходит в мире Для того, чтобы нам лучше осознать социальные явления Я хочу с вами поговорить не об Израиле А на примере место, которое называется Кабилия Это место в Греции И мы с вами воспользуемся замечательным социологом Пьер Бурдье Который написал несколько исследований Вот в Кабилии очень интересное явление там есть Насколько язык связан с культурно-социальными посылами Которые существуют в обществе Кстати, если задуматься, русский язык Очень много сексистского в нашем языке С очень большим, опять-таки, в конфликте и в парадоксе С уважением к женщине 8 марта и так далее То есть опять вот такой вот парадокс Так вот, пример Кабилии Там женщины, они собирают урожай И они очень много нагибаются Для того, чтобы собирать урожай И в принципе, очень многие женщины ходят сгорбленными Так вот, у них принято, что, например, слово «сгорбленность» И слово «женское» это одно и то же То есть в принципе, в их культуре Все, что сгорблено, все, что более низкое Это женское А все, что прямо стоящее И такое вот, с поднятой головой Это мужское То есть мы просто можем через этот пример Увидеть взаимосвязь языка и общества Фактически все проявления социальной сферы Распределяются в соответствии с полюсами Двумя символическими Мужского, внешнего, активного, уважаемого И женского, внутреннего, пассивного и недостойного В принципе, Пьер Гурди говорил о том, что объективные принципы социального устройства Находят отражение в подтверждении и подтверждении в ментальных установках На простом языке, вот мы видим тут замкнутый круг очередной Что социум влияет на наши ментальные установки Которые влияют на социум Которые опять влияют на наши ментальные установки То есть мы находимся в каком-то таком рабстве замкнутого круга Вот как господин и раб, они зависят друг от друга Вот так и социум индивидуум постоянно находится в такой вот интеракции И эта интеракция как будто бы воспринимается, как будто бы так и должно быть Ну это, ну как, естественно Вот Ксения Светлова немножко об этом говорила Ну ничего страшного, ну вот там сказал что-то Ну чуть-чуть поддел, ну как, ирония, сарказм Иногда очень задевает, и мы должны действительно реагировать на это Общность смыслового поля культуры Представляет женщинам сложившийся порядок вещей Как неизбежную природную данность И тем самым нуждает их признать легитимность существующей системы Женщины реализуют свое подчиненное положение Посредством того, что уступает общественное пространство Область политики и серьезных дел мужчинам И мы должны это на самом деле менять Символическое насилие пронизывает всю область социального Конструируя дихотомию прямое, кривое Внешнее, внутреннее, активное, пассивное, мужское, женское Вследствие этих репрессивных механизмов Социальное пространство обесценивает женские качества И придает ценность мужским Я так потихонечку начну заканчивать В принципе я попыталась вывести какую-то формулу В конце этой лекции И она примерно звучит так Что предварительным условием освобождения женщин Является осознание внутренних интроекций Что мы взяли из установок В течение всего нашего воспитания и роста Осознание внутренних интроекций Социальных механизмов господства И занимаемое женщинами позициями действующего субъекта И активного агента перемен Симон де Бува рассказала Меняйте свою жизнь сейчас Не в будущем Действуйте сейчас без остановки Последний вот момент, который я вот хотела вам предложить Вот смотрите, если мы возьмем Там не знаю, 100 шекелей искал Ну допустим 200, неважно И 20, да? Оба это бумажки Это две бумажки Ценность этим бумажкам придает обществу Кто-то решил, вот это будет 20, а это 200 Так вот, наша с вами задача Чтобы мы были активными участниками решения в этом социуме Что ценно И что ценность женского Ценность нашего несогласия, нашего голоса Чтобы она поднялась Сильная женщина борется за собу себя Более сильная женщина Борется за всех остальных и помогает всем остальным Если мы займем активную позицию Если мы будем эпатичны Любить себя, любить других И менять эту жизнь к лучшему То я думаю, мы сможем Объединившись Немножко